Эй, сова, гляди веселее, как прекрасна луна. Эй, ученик, не хлопай глазами, мастер убьет бесконтактно. Приветствую вас, бронелобы и хризантемы, с вами Федорович. А в этом видео я вам докажу, что бесконтактный бой существует. Причем он очень эффективный, даже против оружия. Некоторых людей всегда преследуют умные мысли, но они всегда оказываются быстрее. А настоящего мастера умные мысли никогда не покидают. Хочу вам для начала показать невероятную комбинацию от нашего многоуважаемого седовласого мастера. Но помните, ее использовать можно только против пятерых минимум противников, Так как троих вы уложите за первые пару секунд, а двое других разбегутся в разные стороны. Поэтому вам придется их догонять и настигать ударом хвост скорпиона. В общем, смотрите и записывайте. Субтитры сделал DimaTorzok Как осенний ветер сносит желтую листву даже с мощного дуба, Так и настоящий мастер может ухайдохать даже самого мощного ученика. Если вы вдруг решили, что круче этой комбинации уже ничего не может быть, очень зря. Вы наверняка не знали, но именно наш седовласый мастер был постановщиком всех боев в мировом сериале «Викинги». И жалившись над нами, он нам продемонстрировал невероятную технику с топорами. Если в туалет подобрать правильную литературу, можно стать довольно образованным. А если подобрать правильного мастера, можно стать бессмертным воином. Главное выжить при обучении. Сейчас вы посмотрите на будущую инструкторшу спецназа ГРУ, ФСБ, СБУ, ФБР и ЦРУ. Понял? Для вас объясняю еще раз. Смонтируем уже потом, да? Если на корабле есть крысы, значит он еще плывет. А если в мире есть мастера, значит гопников скоро не будет. Даю вам феноменальную технику. Именно от того самого мастера, который научил нас вырывать ребра и вставлять их в глаз. Но мастер сразу сказал перед этой наработкой, что замедлил свои движения в сто раз, так как мало какой человек сможет распознать все удары. Красота не может спасти мир, потому что она постоянно требует жертв. А мастер не может спасать обычных людей от гопников, потому что он постоянно убивает своих же учеников. Я думаю, вы уже достаточно поработали с тенью и воображением и готовы приступить к наработке с настоящим напарником. Что ж, рано или поздно вам придется менять диван, на котором вы постигаетесь и лучи. А мастер рано или поздно раскрывает все свои секреты, так как этот мастер, который показал нам феноменальную защиту от прямого удара. Он делает удар рукой, который может меня нахрен убить. Но я не имею божественный уклон. Посмотрите, как этот лошара протупил. Теперь я могу его порвать. Конечно, если захочу. Чтобы играть в русскую рулетку, нужно иметь голову на плечах. А чтобы сражаться против оружия, нужно постигнуть все техники бесконтактного боя. Но если вы вдруг живете в деревне, где за вами постоянно гоняется с цепью пьяный тракторист, вам наверняка зайдет эта техника. Субтитры сделал DimaTorzok Здоровья за деньги не купишь, но после 50 на него все эти деньги и уходят. А мастерство не пропьешь. Но когда после 12 возвращаешься с кабака, а на тебя нападает гопота, то понимаешь, что пропивать-то было и нечего. Ну а если на вас постоянно нападают гопники с двумя палками и хотят раздавить вас об стенку, тогда записывайте эту систему. Субтитры сделал DimaTorzok В жизни все так сложно. Промочишь ноги – откажет горло. Промочишь горло – откажут ноги. Так и у мастеров. Хочешь показать технику – ученики страдают. Не показываешь – обижаются. Поэтому великие мастера всегда причиняют боль ученикам с улыбкой на лице. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok